Здравствуйте! Это программа «Наш спорт» и я и ведущий Сергей Кузовков. По традиции в новом выпуске вы увидите все только самое интересное, что произошло в жизни красноярского спорта за прошедшую неделю. Смотрите в этой программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и по традиции начинаем наш выпуск с футбола. Красноярский Енисей провел свой заключительный в 2016 году поединок в рамках чемпионата футбольной национальной лиги. Команда Андрея Тихонова принимала на своем поле «Волгарь-Газпром» из Астрахани. Передочным поединком соперник шел на 15-й строчке, в то время как Енисей расположился в квартете сильнейших. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой игре все решил один гол, причем гол в свои ворота. После подачи с углового отличился полузащитник Тимур Рябукия. Енисей играл первым номером, стараясь все атаки завершать ударами по воротам соперника. А вот гости уповали на контратаки, которые у них регулярно проходили и были возможности отыграться. Но забить больше не удалось ни тем, ни другим. Победа 1-0, и Енисей уходит на зимний перерыв на четвертом месте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а другой Енисей хоккейный только открыл сезон. На своем поле команда Сергея Ломанова принимала в двух матчах новосибирский Сипсельмаш. Эти игры прошли в 20-ти градусный мороз. Матч открытия хоккейного сезона. Красноярск встретил морозной погодой. Минус 20, видимо, серьезно напугали многих болельщиков. На трибунах собралось около двух тысяч человек. Счет в игре открыли красноярцы. Уже на четвертой минуте отличился Виктор Чернышев. Хозяева льда полностью доминировали на поле. Значительно больше владели мячом. И к перерыву уже вели 5-1. Во втором тайме Енисей провел несколько фееричных атак. Отлично разыгрывал угловые. И полетели голы. Чернышев, Тургунов, Тарасов, Андрей Прокопьев. А на закуску и хит-трик Алмаза Мергазова. Финальный свисток зафиксировал 12-3. На следующий день соперники встретились вновь. Это нововведение чемпионата. И красноярцы сразу взялись за дело. Буквально расстреливая ворота гостей. Однако голкипер новосибирцев действовал блестяще. Но и он однажды не смог выручить команду. Счет 1-0 держался до середины второго тайма. Однако кружевая Енисея сделали свое дело. Гости попросту не поспевали за такущей линией хозяев льда. В итоге Сепсельмаш пропустил в этом матче еще 6 мячей, ответив на них тремя. Итог матча 7-3 победа красноярцев. И вновь несколько расстроило малое количество болельщиков на трибунах. Официально около 300 человек. На более серьезных соперников наверняка будет больше. Первый тайм, вообще не понравился. Скучно и интересно. Второй тайм. Более-менее правильно сыграли. Создали несколько моментов. Хоккейный Сотол продолжает радовать своих болельщиков, в которых на трибунах арена Север становится все больше и больше. Вот в очередной домашней серии наша команда держала серию громких побед, в том числе и над действующим чемпионом высшей хоккейной лиги Нестянником из Альметьевска. Первый матч против чемпиона. В основное время игры и команды обменялись голами. И все они были в первом периоде. У нас отличился Аслан Раисов, который четко реализовал численное преимущество. Игра перетекла в овертайм. И там все решил защитник Егор Кутугин, который пушечным выстрелом с дальнего расстояния пробил вратаря соперника. На табло уже шла последняя секунда. И речная развязка, и блестящая волевая победа Сокола в этом матче 2-1. У меня сегодня у сынульки моему 9 месяцев. И пользуясь случаем, я эту победную шайбу посвящаю своей любимой семье, своей любимой жене Насте и своему сынульке Платону. Я вас очень люблю. Все с победой. В среду на льду арены Север был повержен казанский барс. В основное время матча соперники также обменялись голами. На 17-й минуте новичок крылатых Александр Щербина открыл счет, забросив шайбу в своей дебютной игре. В третьем периоде гости отыграли. Счет 1-1 так и не изменился. До финальной сирены в овертайме победителя выявить также не удалось. И командам пришлось пробивать булиты. И здесь казалось более высокое мастерство игроков «Сокола». Эта победа стала 50-й в высшей хоккейной лиге для наставника красноярцев Александра Титова. В третьем периоде, наверное, где-то минуты с седьмой начали потихонечку, когда пропустили гол, спохватились. Были моменты, не забили. Ну, булиты это уже вот тиреи выиграли. Выиграл тот, кто забил на одну шайбу больше. Атаку «Сокола» прорвало в пятницу. В игре с командой «Саров» зрители увидели семь заброшенных шайб. Четыре из них летело в ворота гостей. Хозяева быстро открыли счет. Отличился местный воспитанник Александр Репьях. Однако затем гости забили в ворота «Сокола» три шайбы подряд. Крылатые в этот вечер явно проигрывать не собирались. И в течение десяти минут трижды зажигали красный свет за воротами голкипера «Саровчан». 4-3 волевая победа красноярцев. Победная шайба на счету защитника Станислава Боровикова. Все сделали партнером. Не осталось только попасть в ворота. Тяжело с 1-3 отыгрываться? Да, тяжеловато. У нас еще что-то больше двух голов не забивали, наверное. Игр семь. Поэтому для нас это переломная, я надеюсь, игра. Но в воскресенье дружина Александра Титова закрывала домашнюю серию и одержала четвертую победу подряд. При заполненных трибунах красноярцы взяли верх на Дориада из Волжска. У нас отличились Данила Киншин, Евгений Орлов и главный бомбардир красноярцев Антон Гловацкий. 3-2 крылатые берут три очка и впервые в истории завершают первую половину чемпионата ВХЛ на рекордно высоком для себя третьем месте из 26 команд лиги. В Красноярске прошел турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Собственно, в открытии этого турнира приняла участие сама именитая спортсменка. Но соревнования стали одними из самых массовых за всю историю. В них приняли участие почти 150 спортсменов. В этом году турнир вырос в статусе. Теперь это всероссийские соревнования. Кстати, состязания стали еще и квалификационными. То есть, выступая на них, можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта, либо норматив мастера спорта России. Во-первых, турнир удивил, что приехало очень много детей из разных городов наших, сибирских. И все достойно выступали. От третьего взрослого до мастеров спорта. Соревнования стартовали с самого раннего утра. Сначала была квалификация у девушек. А перед ней у юношей прошла церемония открытия турнира. Старт, которому дала сама олимпийская чемпионка. Кстати, Лена Наймушина еще и судила выступление гимнастов в программе соревнований многоборья и финал в отдельных видах классического многоборья. Я вот решил, что раз есть у меня олимпийская чемпионка, значит, надо в честь нее и турнир проводить. И я согласовал с руководителями нашего спорта, и они меня поддержали. И мы вот 21-й год проводим такой турнир. И детей вот на сегодняшний день больше всех, их где-то 150 из 12 или 13 городов присутствует. И действительно, география нынешнего турнира впечатлила. Приехали сюда юноши и девушки из Алтайского и Забайкальского краев, Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской, Тюменской и Иркутской областей, Республики Хакасия. И лучшие ребята получили по итогам состязаний свои награды. Фестиваль ГТО состоялся в Минусинске в спорткомплексе «Южный». Прошли испытания около сотни юношей и девушек, пожелавших проверить свои силы и сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль ГТО в Минусинске явление новое. До этого в таких масштабах жители южной столицы края нормативы не сдавали. Для участников юношей и девушек от 13 до 17 лет подготовлен комплекс из семи испытаний. Это отжимания, подтягивания на перекладине, стрельба, прыжки в длину, наклон вперед и упражнения на пресс. Многие из них на первый взгляд труда не составляют. Но, как показывает практика, сдать норматив на золото совсем непросто. Особенно для тех, кто только перешагнул на новую возрастную ступень. В этом году трудные отжимания. Надо больше раз, чем в прошлом году. Подтягивания больше, стрельба должна быть лучше. Все сложнее, чем в прошлом году. Комплекс ГТО в Минусинске набирает обороты. За последний год количество жителей, сдающих нормативы, увеличилось более чем вдвое – с 200 до 500 человек. Фестиваль призван привлечь к здоровому образу жизни еще больше жителей, чтобы каждый мог испытать себя и получить заветный золотой значок. Так как они зарегистрировались заранее на сайте ГТО и имеют свой паспорт ГТО, их данные лучшие пойдут в зачет. При наличии восьми видов, выполненных на золото, ребята получат золотой знак отличия. По итогам памятные медали получили все участники, независимо от результатов. В дальнейшем фестиваль планируют проводить и в выходные дни, чтобы кроме школьников сдать нормативы ГТО и получить рекомендации профессионалов по физическому развитию могли все желающие. На этой неделе краснярцев ждет большой волейбольный праздник. Во вторник, 22 ноября, Енисей примет на своей площадке самый титулованный клуб страны – Белогорье. В составе соперника на площадку могут выйти сразу три олимпийских чемпиона, например, легендарный Сергей Тетюхин. Матч начнется в 19.00. В этот же вечер в арене Север женская баскетбольная команда Енисей в рамках российской премьер-лиги померятся силами с новосибирским «Динамо». Матч стартует в 7 часов вечера. Ну а любителям экстремального спорта добро пожаловать в «Спортекс» 24 ноября. В четверг там стартует кубок Красноярского края в дисциплине «Велоспорт». Спортсмены начнут борьбу за титул сильнейшего в 11 часов утра. Воспитанник футбольной школы «Юниор» Павел Дудин отправится на просмотр в профессиональную футбольную академию клуба «Зенит». Отборочный тур прошел на днях в Красноярске. В нем приняли участие юные футболисты от 7 до 12 лет. И вот теперь юный красноярец отправится уже в Академию «Зенит» в Санкт-Петербург, где примет участие в специальном отборе, естественно, бесплатно. Но растут такие ребята здесь, в футбольной школе «Юниор». Принимают в нее детей, начиная от трех лет. Вот, например, турнир, который проводит детская спортивная лига. Здесь участвуют команды мальчиков 5-6 лет всех городских филиалов «Юниора». На газоне футбол-арены «Енисей» страсти кипят почти как во взрослом футболе. Даем пасы, обводим, бьем ворота, не психуем, не плачем. Защищаем свои ворота, загораем мячик, нападаем. Тренерская установка перед началом матча, и вот уже команда пытается воплотить задание наставника на деле. Соперники примерно равны по силам, и, естественно, каждый хочет выиграть. Говорить о сыгранности ребят пока рано, поэтому на первый план в матче выходит индивидуальное мастерство. Ну и, конечно, везение. С трибуны юных футболистов поддерживают родители, которые уже знают, что настроение сына на предстоящий день зависит от выступления его на турнире. Уж такие они, юные футболисты, впечатлительные и амбициозные. Первый губ проиграй за пином. Я старался, но не получилось. Почему не получилось? Потому что они лучше играли нас, а в другую губ победили. Впечатления от турниров всегда очень хорошие, так как ты видишь много ребятишек, ты видишь половину, тем более уже знаешь ребятишек, видишь, как они растут. Всегда положительные эмоции от турниров и от таких мероприятий в массах. Такие турниры проходят в школе юниор каждое воскресенье. И все под чутким наблюдением тренеров. Мы просто понимаем, что ребятам помимо их тренировочного процесса необходима игровая практика. И мы решили взять воскресенье, воскресный день, чтобы они с пользой его проводили. Мы решили делать такие мини-турниры. То есть мы каждую неделю устраиваем такой мини-турнир в разных залах, чтобы они видели разное покрытие, разную обстановку. И чтобы просто как можно больше шло им в плюс, так скажем. Победы, безусловно, ребят вдохновляют. Ну а тем, кто в этот день проиграл, есть лишний повод прибавить и в следующий выходной день во время таких же соревнований взять у соперника реванш. Тем более, что обо всех допущенных ошибках тренеры рассказывают ребятам при разборе игр. Вот так четко и по-взрослому построена работа в детской футбольной школе юниор. На сегодня у нас все. Это был выпуск программы «Наш спорт». Меня зовут Сергей Кузовков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова